В этот день, 29 февраля, родились. Федор Абрамов, известный советский писатель-деревенщик. Владимир Крючков, советский государственный деятель, председатель КГБ СССР. Один из восьми членов ГКЧП во время путча в августе 1991 года. В этот день, 1696 года, государь Петр I прибыл в Воронеж, чтобы лично следить за строительством флота. Корабли он рассчитывал использовать в походе на могучую турецкую крепость Азов. 29 февраля 1812 года газета «Санкт-Петербургский Вестник» опубликовала статью. Проект освещения водотворным газом Адмиралтейского булевара. Проект освещения водотворным газом Адмиралтейского булевара и некоторые примечания об устройстве термолампов. Таково было полное название проекта, который был представлен ученым Петром Соболевским на рассмотрение русскому государю Александру I. По тому времени это была настоящая инновация. Газовые фонари были диковинкой и в Европе. Термолампа Соболевского горела ярче соперниц, а топливом ей служил газ, который получали при перегонке дров. Инициатива была поддержана высочайше, однако ее реализацию притормозила начавшаяся война в 1812 году. Только спустя 7 лет столичная газета писала, что года 1819-28 октября на аптекарском острове Санкт-Петербурга прошли испытания фонаря, питаемого водотворным газом. Толпа, собравшаяся поглядеть на одну демонстрацию, с восторгом и одобрением следила за тем, как происходило действие. Лучины и свечи – это в сущности все, чем располагали русские горожане до 18 века. А уж улицы и вовсе были обречены с приходом ночи погружаться во мрак. Первое публичное освещение подарил России большой любитель всяких новинок и жаркий покойник иллюминации Петр Великий. Масляные фонари появились в Санкт-Петербурге уже через три года после основания города, в декабре 1706 года. Они располагались на фасадах домов, выходивших к бастионам Петропавловской крепости. И хотя они коптили и норовили ошпарить конопляным маслом, горожане по достоинству оценили новшества. Саму же эту идею Петр I заприметил в Европе, где иллюминация применялась уже в 15 веке. Сначала в Лондоне по указанию мэра Генри Бартона, а потом и во Франции с подачей короля Людовика XIV, по иронии вошедшего в историю со светлым прозвищем «Король солнца». Русский масляный фонарь был разработан французским архитектором Жан-Батистом Леблоном, тем самым который занимался отделкой царского дворца Монплезир в Петергофе. А клеветанный завистниками Сочи попал под горячую руку Петра I, получив от государя удар палкой. Гордый характер французу не выдержал клеветы и унижения, Леблон впал в горячку и скончался. Но и через год после смерти архитектора застекленные масляные фонари засветились на Петровской набережной близ Зимнего дворца. Их было всего четыре, но и это было событием. Слово историку Иоганну Готлибу Георги. Для сего имеются по улицам деревянные голубой и белой краской выкрашенные столбы, из коих каждый на железном пруте поддерживает шарообразный фонарь, спускаемый на блоки для чищения и наливания масла. Уличное освещение в Москве появилось спустя только 10 лет, во времена царствования племянницы Петра Великого Анны Иоанновны. Примерно тогда же оно стало превращаться в довольно прибыльное ремесло. За каждый горящий фонарь купец получал премиальные, поэтому к концу 18 века только в северной столице их насчитывалось уже около 3,5 тысяч штук. А проектированием уличных фонарей занимались такие известные городские архитекторы, как Растрелли и Монферра. В 1770 году была создана команда из 100 фонарщиков со штатным окладом в 18 рублей в год. Каждый обслуживал от 15 до 20. Каждый обслуживал от 15 до 20 объектов. Малый ручной фонарь с ремнем и пряжкой, щипцы, нож, кувшин, щетка, губка и мерка для суточной нормы масла. Один только инструментарий фонарщика говорит о том, сколь непростым было его дело. 19 век не только покончил с масляными фонарями и армиями фонарщиков во всех городах Европы и России. За это столетие сменилось сразу несколько поколений лам. Расцвело газовое освещение, с которым еще экспериментировал упоминавшийся инженер Соболевский. По всем океанам открылась жесточайшая охота на китов, чей жир освещал тысячи домов. Затем наступила эра керосина, давшая начало гигантским нефтяным капиталам. И, наконец, вспыхнула электрическая лампа, разогнавшая мрак и всех своих конкуренток. Редактор субтитров А.Семкин